Конкурсы по облагораживанию пришкольных территорий – одна из главных задач в отделах образования районов города. Приводя порядок участки, руководство учреждения образования воспитывает эстетический вкус и чувство прекрасного у детей. Безопасная обстановка плюс озеленение и красивое оформление творят настоящие чудеса. По двум направлениям ведется работа – это весеннее озеленение и летнее озеленение. Основные критерии, по которым оцениваются работы по благоустройству – это эстетическое оформление территории, композиционное решение, декоративность, озеленение в течение всего вегетационного периода, использование малых архитектурных форм. Ясли сад номер 22 нашел отличное решение оформления прилегающей территории. Красочные клумбы, яркие вазоны и необычные композиции привлекают внимание детворы. Таким образом, руководство детского сада заботится и о красоте учреждения, и о здоровье своих воспитанников. Наш детский сад очень старый, уже 48 лет ему. Коллектив очень дружный, практически не меняется, только люди уходят на пенсию, либо на повышение. Поэтому все мы заинтересованы поддерживать имидж нашего дошкольного учреждения, как в плане создания психологического климата, так и в плане создания вот этой красоты, которую вы видите. Работаем все дружно, потому что цель одна – создать благоприятные условия для подрастающего поколения, для здоровых детей. Создают композиции и ухаживают за ними сами сотрудники дошкольного учреждения. Каждый год они что-то совершенствуют, дополняют и изменяют. Все это делается для того, чтобы воспитанникам ясли и сада было уютно и приятно возвращаться снова и снова. Как говорил Альберт Камю, красота – это вечность, плящиеся мгновения. Впереди осень, а значит время для новых задумок, которые в следующем году будут радовать глаз не только воспитанников и работников ясли и сада, но и брещан. Продолжение следует...